И всем привет, ребят! С вами Стерванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Давно у нас не было видеороликов с обзором каких-то замечательных вооружений в связи с тем, что я думаю, что в ближайшем будущем уже будет занерфлен замечательный корпус, который находится сейчас на моем танке, а именно паладин. Сегодня мы поговорим про тот корпус, который целиком и полностью заменит паладина и станет альтернативой и тем самым корпусом, который будет актуален и каждый из вас будет играть на этом замечательном корпусе. Сегодня речь, конечно же, пойдет про Мамонта, про тот самый большой толстый корпус, который кажется, что не сможет ничего сделать такого интересного, не сможет нагибать, не сможет конкурировать. По сути, это единственный корпус, который уже на данный период времени может конкурировать с паладином и может быть очень и очень полезен что в CTF, что в регби против этих всех замечательных корпусов. Но когда паладина принерфят, а его обязательно принерфят и принерфят, я думаю, что очень и очень скоро, этот самый замечательный корпус, по моему мнению, станет лучшим корпусом в игре. Сейчас он находится в очень хорошем балансе, у него есть овердрайв, который может уничтожать все мины, также дает аптечку и иммунитет от всех эффектов на протяжении работы его овердрайва, плюс, ко всему прочему, добавление скорости при овердрайве и уничтожение всех противников, которые дотрагиваются до этого корпуса. Соответственно, при всем этом овердрайв максимально полезный, единственный овердрайв, который сейчас является лучше, это я уже сказал, это овердрайв паладина, за счет того, что овердрайв паладина имеет свойства иммунитетов от всех эффектов, дает дополнительное хп, при этом эти все эффекты работают на всех союзников, которые работают с ним вместе, то есть, которые находятся недалеко от данного молодого человека. Мамонт более универсальный, более соло овердрайв, но он по эффективности в моментах может быть намного-намного жестче, чем овердрайв паладина. Поэтому для меня сейчас, в тот самый момент, когда я мысленно понимаю, что совсем скоро занерфит паладина, да, и сразу же у вас встанет вопрос, а что тогда брать, берем, конечно же, вот этот замечательный корпус. И сегодня я покажу, как его можно очень грамотно реализовать в нашем замечательном матчмейкинге. Я на протяжении всего ивента играю на одной краске, это краска за джампер, поэтому давайте мы хотя бы на видеоролик одеем сегодня моего замечательного чемпиона, уже давным-давно на нем не катал. И сыграем сегодня два боя. Сыграем одну каточку в CTF и одну каточку в регби в тех самых двух режимах, в которых в последнее время максимально жестко доминируют паладины и очень-очень много импакта вносят в боях. Поэтому было бы очень хорошо, если бы как раз-таки в этих двух самых замечательных режимах мы сейчас реализовали наш замечательный корпус мамонт. Мамонт. Запикиваемся уже в первую катку. Надеюсь, что это не какие-то большие карты, а карты может быть 6 на 6, 8 на 8. Если 6 на 6, то будет вообще идеально. Да, это песок, как я в принципе и хотел. Почему именно страйкер? Ну, по сути, здесь пушка особо сильно не роляет, но страйкер я в последнее время тоже записывал. И для меня эта пушка, наверное, сейчас является альтернативным вариантом вообще для использования чего-либо в нашей замечательной игре. Я играл в последнее время только на двух пушках. Это страйкер и изида. Ну и для мамонта вот этот вот замечательный страйкер с оглушением. Я считаю, что тоже очень хорошо подходит и можно его тоже очень неплохо реализовывать. Поэтому пробуем, летим. Попутно наносим оглушение по оппоненту, плюс накидываем урончик. Даже если сейчас у нас не получается доставить, то как только у меня появится первая оверка, я вам покажу, что происходит с этим замечательным мамонтом, если вы вдруг до сих пор не знаете, как работает этот замечательный корпус. В свое время я записывал, наверное, два, может даже три видеоролика уже с этим замечательным корпусом, но время идет. И нужно освежать такие темы, такие корпуса, при том, что этот корпус может стать в ближайшее время лучшим корпусом в нашей замечательной игре. Пока что он им не является, но я бы сказал, что он недалеко отстает от нашего вместе с вами паладина. Первая доставка есть без овердрайва. Появляется у меня уже овердрайв. Попытаемся сейчас доставить сразу же второй флажочек у меня, кстати. Сейчас совсем скоро будет новая легенда, но мы на нее особо сильно внимания не обращаем. Мы концентрируем свое внимание на том, что мы должны сейчас доставить еще один мячик. Криты, кстати, у этого страйкера тоже очень хорошие. Так, если вдруг наш тиммейт не доставит, то я подстрахую и доставлю. Блокирует его. Прожимаем овердрайв. Даже вот в таком тайминге. Казалось бы, ну не совсем актуальный может быть овердрайв будет. Но я уничтожил четверых. Еще с разворота мог добить еще двоих, но хпшки чуть не хватило. Доставочку плюс мы оформили. Очень неплохо сыграно было в этом моменте. Ну и плюс еще один из того, что я могу сказать по мамонту. Это то, что овердрайв копится тоже довольно-таки быстро. Если сравнивать, например, с каким-нибудь там викингом, то у викинга там вообще тайминги очень жесткие. По паладину вроде как овердрайв копится примерно столько же. Если вдруг ошибаюсь, то можете по этому поводу в комментариях тоже написать. По иммунитетам на корпус. Что же здесь лучше вообще использовать? В каких-то моментах, я думаю, что есть даже актуальность в использовании мамонта на утяжелении. Если против нету никаких иммунок, нету никаких пушек, которые вам могут доставлять неприятности. Да, против вот, например, сейчас две смоки с эми, я так понимаю, да? Если вот, например, таких моментов нету, нету никаких иммунок, там обычные адреналины, безустроек, катают пушки или еще что-то в этом духе, то вы можете спокойнейшим образом брать на мамонта утяжеление и с утяжелением быть максимально эффективным. Ну а страйкер, вот вы видите, да, что делает против молодых людей, которые хотят прожать овердрайв. Так, четыре доставки у нас уже есть. Тут, по сути, катка могла быть даже на тысячу очков, но до тысяченочки уже я, к сожалению, долететь не успею. Но мы вместе с вами сможем, надеюсь, здесь выиграть досрочно. Это самое главное для меня. При том, что у нас уже есть хороший запасик в виде 4-0, и мы, по идее, должны долетать до этой самой замечательной досрочки. Так, молодой человек накидывает мяч вперед, не совсем грамотный мув от него. Так, еще вот этот шар, кстати, можно было бы притормозить. Для видоса как раз было бы круто. Не совсем грамотный овердрайв, сразу говорю. Да, я, в принципе, читал, что такая ситуация может произойти. Поэтому сразу сказал, что не совсем грамотный овердрайв. Немножко, может быть, здесь даже поторопился. Но, хотелось мне в том моменте его прожать, рискнуть. Риск не был оправдан, к сожалению. Но, ничего страшного. Сейчас посмотрим за то, насколько быстро мы этот овердрайв вместе с вами накопим еще один. Так, по одному из оппонентов очень неплохо мы накидали. У него там вообще должно быть 0 хп у этого мамонтеллы. Ну и по поводу мин. Да, то есть сейчас в матчмейкинге очень большое количество игроков используют всякие диверсанты, минеры. Мамонтеллы стоят в дефе, минируют свою базу, пытаются быть максимально полезными деферами. И, соответственно, в таких режимах, как регби и CTF, очень тяжело становится играть. Мамонт, это все дело, конечно же, контрит. За счет своего овердрайва, за счет нулевого урона по минам, вы спокойнейшим образом можете нагибать таких молодых людей. О, кстати, видели? Только что шарик у молодого человека тоже не вылетел. Оказывается, даже и шар этот замечательный страйкер отрубает, если он не успевает вылетать. Я, честно говоря, этого не знал. Ну, вообще, в принципе, это логично. Но я как-то даже не задумывался об этом. Так, пробуем доставлять. Мы что-то как-то застряли на 4.0. Я поражал свой замечательный овердрайв в пустую. Мои сокомандники, к сожалению, не доставили ничего. Так, было бы неплохо сейчас мне до овера дожить. Дожить до овердрайва, потому что там, скорее всего, мины. Там, скорее всего, мины. О, овердрайв появляется. Вырубаем торпеду. По минам даем. Сливаем ареса, который ставил мины. Сливаем титана, который тут пытался тоже что-то сделать. Ну, и еще можно было бы тут доработать. Время работы овердрайва у мамонта очень-очень хорошее. Соответственно, проблем никаких с его реализацией абсолютно нету. Нету вообще просто. Так, у нас уже 8 минут остается до конца замечательного боя. И два... Два мяча. Раньше, кстати, еще когда на мамонте с овердрайвом влетели, работал такой моментик, что при доставке процент, который вы за доставку получили, он добавлялся. Сейчас, если вы с рабочим овердрайвом влетаете, то этот процент уже не идет. То есть, это, ну, такой небольшой нерфик. Но иначе, иначе вы с мамонтом могли бы каждую доставку ездить с овердрайвом. Просто вот респанулись, прожали овер, доставили, потом с респа опять бах, опять прожали, потому что у вас бы он бы накапливался. Вот видите, у меня, например, сейчас 55%, соответственно, там за доставку где-то около 50% раньше давало. Да, сейчас я не знаю, сколько, кстати, дают. Сейчас, наверное, меньше дают. И можно было просто вот так вот ездить, доставлять. Поэтому мамонт... Но мамонт стал еще актуальнее за счет ловкача. Ловкач, конечно, очень сильно приподнял этот корпус. Я, честно говоря, не знаю, что делать на этом замечательном корпусе, если у вас нету такого жесткого дрона, как ловкач. Ух, нифига себе, мне тиммейт сейчас подсаппортил очень жестко. Поэтому ловкач открывает этот корпус совсем-совсем с другой стороны. И дает вам возможность дополнительного, очень бодрого и хорошего нагибончика. Так, ну я так понимаю, что это последняя доставка. Если сейчас ничего не произойдет, то мы вместе с вами ставим. Там есть мамонт. Это не знаю. А, у него нет овердрайва. Даже если бы у него был бы овердрайв, я думаю, что я бы... Его бы мог бы законтрить. Мамонт еще один ставит мины, но, к сожалению, его мины не работают. Итого мы зарабатываем за досрочную катку 930 очков и 3000 кристаллов. Очень хороший бой, при том, что он длился около 7, вроде как, минут. Так, зайдем еще посмотрим, что у меня по заданкам тут вообще. У меня заданки сегодня не очень. Контроли точек какие-то. Так, ну и, как я и обещал, сыграем CTF-очку теперь. Посмотрим, что у нас будет в CTF-е. Также надеюсь на то, что нам дадут небольшую карту. Хотя почему-то вот мне кажется, что нас может закинуть на условные мосты какие-нибудь. Но даже если закинет на мосты, то попробуем и там выиграть. И там сделать досрочный, замечательный бой. Надеюсь, что все получится. Надеюсь, что все получится. Так, куда нас закидывает? Куда же нас закидывает? Только нездоровенная какая-то карта. Ой-ой-ой-ой-ой, платошечка. Начатая платошечка нас закидывает. Ну, с одной стороны, могло быть что-то и поинтереснее. Но здесь у нас падает два овердрайва. Если наша команда будет дефать, то у меня будет возможность заходить в атаку и пытаться увозить флажочек. Сейчас, конечно, я с респоу захожу. Оп, овердрайв падает. Это, кстати, очень неплохой тайминг. Ну и попробуем сейчас его забрать. Так, овердрайв забираем. Теперь можно было бы мне и, наверное, слиться. Да. И вот теперь уже надо быстренько зайти с правого фланга, постараться взять флаг. И еще на этом же самом овердрайве, пока у меня будет работать дополнительная скорость за счет овера, попытаться улететь. Улететь как можно дальше. Давайте прожимать. Оп. Оп, шар. Видели, что с шариком произошло? Мы шарик просто скушали. Овердрайв, который мне просто нужен был для скорости и для того, чтобы улететь от противника, который испугается подъехать ко мне. Реализация овердрайва может быть не самая жесткая, но с точки зрения УВОЗа она сработала очень-очень эффективно. Так, противники тут какие-то уже более серьезные попались. ХП у меня нету. Надеюсь, что меня здесь не сольют. ХП прям очень мало. Попробуем сейчас не подпустить эту замечательную жигу. Прожимаем аптеку. Главное, чтобы аптека дала максимальное количество ХП. Так, и два паладина меня начинают душить. Одного скидываю вниз. Второго, к сожалению, нет. Ну, тут, конечно, было очень тяжело что-то противопоставить оппонентику. Ну, ладно, ничего страшного. Хорошо, окей. Окей, окей, это матчмейкинг. Я, в принципе, не буду здесь расстраиваться. Ничего страшного не произошло. С 0-2 тоже камбэчится. Пробуем камбэкать катку. Возможно, это тот самый интересный бой, который нам покажет, на что же способен наш замечательный корпус мамон. Подборчик есть. Увозим. Можно даже сокращать траекторию. Падает еще овердрайв снизу. У меня уже есть 95%. Наш тиммейт забирает мой замечательный овердрайв. Я уже подготовил доставочки, но меня начинает хавать паладина и зида. К сожалению, она меня сливает. Ну, такое. Если протыкал я ее, если честно, можно было там сыграть чуть по-другому. Так, ну, противник пытается увозить. У нас, кстати, вот паладин тоже какой-то появился. Но я так понимаю, что это паладин на клаве. Что он будет делать? Он будет сам увозить, да? Скидывать он не будет. Окей, хорошо. Если он уйдет, то я, в принципе, могу вернуть флаг. Я могу вернуть флажок. Могу даже вот так сделать. Наверняка, так сказать. Наверочку. Возвратик оформить. Ну, и теперь еще этих молодых докушать. Не докушал, конечно, всех. Но одного я схавал. Так, ну и опять же получается, что овердрайв не максимально эффективный. Потому что противник флаг увозит дальше, а у нашего тиммейта флаг вернули. Соответственно, реализация-то была, возврат-то был. Но в этом компоненте мои сокоманники должны были тоже увозить и доставлять. Иначе этот возврат получается впустую. Так, ну мы еще один возврат сейчас оформим. Еще один возврат. И может быть тогда лучше отправиться уже в деф. Может уже от дефчика попробовать сыграть. Могу я уничтожить этого молодого? Не смогу, к сожалению. Так, ну это хорошая такая плотненькая каточка. Сыграем мы ее, конечно же, 15 минут. Но как ее выиграть? Вот в чем его порос. А дефа мне тут играть особо смысла, наверное, нету. Изи, да, хавы. Все с меня очень быстро с вампиризмом. Где-то я видел такую комбинацию. Какой-то молодой человек ее советовал использовать в матчмейкинге. Не подскажете, кто это был? Наверное. Наверное, этому человеку надо по голове было настучать говяжкой. Так, ладно. 2-0. 2-0. Как нам камбэкнуть? Я уже даже не знаю, как это камбэчить. Нам надо увести. Наверное, мне тогда уж лучше увести. И чтобы тиммейты попытались вернуть. Тогда мы сможем, в принципе, залететь. Очень красиво. На такой карте, конечно, ну, понятное дело, что паладин в нынешних кондициях будет намного-намного актуальнее. Но нужно понимать, что это все-таки тоже катка не совсем простая. С точки зрения подбора игроков в матчмейкинге. Блин, успеть бы. Не, не успею. Или успею. Не, не успею. Бесшансовая, короче. Бесшансовая. Три паладина против? Но, по сути, эти три паладина можно законтрить. Если будет помощь, если будет саппорт, если будет саппорт мне какой-то. Но, пока что саппорта я не вижу, к сожалению. Пару возиков у нас было. Целью пока что овердрайв под какой-то хороший тайминг. Не знаю, насколько это будет здесь актуально. Но попытаюсь чуть-чуть его придержать, этот овер. В надежде, что у нас сейчас что-то получится. Мамонт овердрайв не хочет прожать. Я бы его вот так вот, его бы красивенько убрал бы с радарчика. Так, противнику возят. Было бы неплохо и нам увезти. Было бы неплохо и нам увезти. А может нам сыграть в наглую тему? Нет, в наглую не получится, к сожалению. В наглую не получится, к сожалению, говорю я. И лечу по вражескому респу. Так вот, да? Вот так вот делаю я. Наш мамонт прожил овер. А, это твинс. Это не мамонт. Нифига тиммейта. Если увезут флаг по респу, это будет вообще бомбовая моя команда. Это будет лучшая команда моей мечты. Тише, 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 тише. Помогите ему, помогите. Еще, еще помощь, помощь. А, е-е-е, палатин какой-то уже овер прожил. Е-мое. Сейчас он несет нашего тиммейта. По ходу дела. По ходу дела развалили. Ёпцик-мапцик. Ёпцик-мапцик. Блин. Кобыльи. Ну да, вот вам и палатинчики. Которые в балансе. Не надо нерфить. Не надо. Они нагибают. Я думаю, что в ближайшее время уже все это дело закончится. Поэтому, друзья, тех, кого задолбал уже палатин, я вам могу сказать, что совсем скоро это уже закончится. Совсем скоро это прекратится. Этот замечательный корпус уйдет с нашей меты. И мы будем встречать новый метовый корпус. По сути, он и сейчас очень хорош, но есть просто альтернатива, которая работает. Но я очень сильно хочу увезти хотя бы один. Я понимаю, что мы уже эту катку, к сожалению, не выиграем. Да. Большая карта, конечно, нам этому всему делу и помешала, по сути. Но мы не отмазываемся. Мы не отмазываемся. Мы стараемся увозить. Стараемся увозить. Сейчас я по респу уже больше не повезу. По респу не повезу. Паладина и зида. Понимает, короче, кто увозит. Сразу пушит меня. Мамонт. Мамонт не может убежать от паладинчика. Даже от паладина, который, по сути, играет с защитником. Так, ну пробуем. Пробуем, пробуем. Ясно, он ушел. Хорошо. Очень хорошо, что он ушел. Прожимаем овердрайв. Стараемся улететь. У меня есть паладин, который мог меня похилить. Он вместо того, чтобы хилить, просто уехал? Офигеть. Ладно, мы газуем по респу. Надеюсь, что сейчас мои сокомандники мне подмогут. Командники. Команда. 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 Ну я моя. Так вот и надеется на команду в матчмейкинге. Паладин в очередной раз законтрил. Да, мамонт овердрайв не хочет прожать? Ну у нас 4 минуты еще есть. Еще как минимум один овердрайв у меня будет. Наш тиммейт уже пытается увозить. Ставим всего сейчас подстраховать. Подстраховочку ему оформим. Хорошую. Так он торопится. Очень зря торопится. Я бы на его месте не торопился бы так сильно. Ой, хороший овердрайв от тиммейта. Шикарный даже, я бы сказал. Не то, что хороший. Идочку бы оформил, не? Ой, хороший овердрайв. Бомбовый от мамонта. Так, ну и теперь надо как-то вернуть. В надежде, что у нас не вернут. Вернут в надежде, что у нас не вернут. Викинг не прожмет? Нет, не прожимает. Этот хорек был с шоком, да? Да, этот хорек с шоком играет. Викинга Твинс прожал. Ну что, тиммейты сумеют вернуть? Может мне лучше тогда в дефе остаться? Или нет? Блин, ну у них сейчас и вернут. Я не успею ни туда, ни сюда. Возврат вроде как я успеваю сделать. Если наши выдержат сейчас там хотя бы чуть-чуть. Выдержат? Да, выдерживают. Прожимаем овер. Возврат. Оформляем. Доставочка! Хорошо! Ой-ой-ой. Вот да, вы там овердрайвы свои жмёте на паладинах. Так вот просто. Тавается. И всё чётко. О, даже кто-то пишет. Тяжело, Ваник, тяжело. Ну, конечно, тяжело. Конечно. А как он хочет? Хочет, чтоб я целого... Тянул катку, в которую я зашёл с 0-2. Блин, нифига себе, чел, конечно. Я, конечно, понимаю, что... Там типа чемпион, все дела. Но чемпион-то на замене, ребяточки. Не забываем. Не забываем, что чемпион-то на замене. Чемпион-то не как основной игрок. Не как человек, который жёстко нагибает. А как просто водоносик. Обычный, дефолтный водоносик. Так, ладно, пробуем вывозить ещё один. Травик скушал. Четвёртого да есть. Блин, четвёртого не доел. Ааа, не привезли! Офигеть! Я чё-то как-то отвлёкся. Я отвлёкся на этот момент. Ну всё, короче, нас растаскивают. 5-1. Летит молодой с шестым. Летит молодой с шестым. Пробуем накидать. Овердрайв, овердрайв, овердрайв. О, бля-бля. А, там паладинчик летит тоже. Прожатым овером. Ну ладно. Я понял, я понял, бойцы, я понял. Я понял, что они подсобрались. Я понял, что они готовы уничтожать. Готовы разваливать всё это дело. Но у нас есть ещё один овер. И есть 50 секунд. И сейчас у нас есть отличная возможность. Блин. Законтрить от этого паладина, я хотел сказать. Но я не успел найти зону. Хорошую десу лодочки. Так, паладин вроде как уйдёт. Нам осталось задефить. Нам осталось задефить. Успею я его догнать, интересно. Или не? Ну, если даже не успею догнать, то хотя бы сделать так. А у нас... А, у нас вернули. Габелла, чё я могу сказать? Габелла, вернули. Чуть-чуть не повезло. Блин, но даже в такой катке мне безумно нравится на Мамонте играть. Я не знаю. Мне вот настолько нравится этот корпус. Даже вот против паладинов. Даже с командой не очень. Даже когда меня там выигрывают, да. Когда там человек даже там что-то выписывают, да. Даже в такой ситуации мне безумно нравится играть на этом корпусе. Я не знаю. Вот я вот настолько люблю этот корпус. И надеюсь, что совсем скоро при нерфе паладина этот корпус будет лучшим. Пишите, друзья, что вы думаете по этому поводу. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы ещё вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и также, друзья, не забывайте о том, что в настройках замечательной нашей игры в аккаунте есть тег создателя контента. Мой личный тег создателя контента TeamP. Выбирайте его здесь с помощью изменить либо добавить и выбираете вот здесь вот TeamP. Производите покупочку танкойнов либо премиум аккаунта и сразу же переходите в описание. И залетаете в форму, регистрируете её и участвуете в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 30 тысяч танкойнов. Итоги этого замечательного розыгрыша будут уже в конце этого месяца. То есть, совсем-совсем скоро. У меня, друзья, на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok